И здесь есть хумус. Умножаем на два цена в шекелях. Оливье по-болгарски. Веселина. Русская салата без консервантии. Оливье по-болгарски, друзья. Шарена Градина. Кстати, салатик-то неплохой, между прочим. А вот это Снежанка. Очень вкусный салат. Очень вкусный салат. Огурчики, зелень. Классный, классный салатик. Домашняя курочка. И сколько стоит у нас домашняя курочка? Давайте посмотрим. Домашняя курочка 10 лев килограмм. Всем привет, друзья. Дима Даниэль. Скалска, Болгария. 1 июня, 23 год. Прекрасная погода. У нас жарко, друзья. У нас светит яркое солнышко. Где-то градуса 24-25. Немножко влажно. Сегодня посетил габровский фермерский базарчик. Достаточно редко почему-то туда ездил. Но вот сегодня решил поехать в город, в Габрово. Заплатить какие-то счета и зайти на базар. Естественно, был приятно удивлен отличным качеством. И даже, честно вам сказать, очень хорошими ценами. Ну вот, давайте начнем потихонечку. Сейчас у нас идет... У нас идет сезон клубники. Вот, фермерская болгарская клубника. 4 лева килограмм. Взял полкило. Так. Вроде как вишня, друзья. 5,5 лев. 5,5 лев килограмм. Тоже порадуем себя. Вишенкой покушаем. Так. Ну, друзья. Тут что я могу сказать? Это вообще мечта поэта. Молодая картошка пошла. Пошла. Молодая картошечка. Это просто сказка. Ну, сказать честно, я ее очень люблю и очень давно ее не кушал. И поэтому вот сейчас этот месяц будет посвящен именно молодой картошке. Сегодня буду ее готовить. Как я ее готовлю? Да, ребят, достаточно просто. Я ее вообще не очищаю. Я хорошо мою. Просто варю. Просто варю. Без чего-либо. Солю, естественно. А потом уже... А потом к ней пойдет молодой чесночок. Друзья мои, молодой чеснок. Тоже в Болгарии идет молодой чеснок. Это суперполезно. Это супервкусно. Вот смотрите. Вот такой пучок чеснока. Три таких больших чесночины. Стоит полтора лева. Полтора лева это 75 евро центов. Так. Картошка. Картошка вот такого размера. Сегодня стоила 2 лева 20 статинок. Я именно хотел маленькую, потому что я люблю такую. Так что будем сегодня ее варить. Добавим молодой чесночок. Добавим домашний, домашний укроп, который подрастает. Сметанка и все. И сливочное масло. И больше ничего не нужно. Так. Помидоры. Хорошие помидоры. Опять же. Болгарские помидоры, друзья. Болгарские помидоры. Вот такие я купил по 2 лева 80 статинок. Что я хотел бы сказать, ребят. Вот вы понимаете, когда есть возможность не покупать в крупных торговых сетях, которые, ну вы сами понимаете, кому они принадлежат неизвестны и какие прибыли у них неизвестны. Лучше, конечно, я куплю вот такие продукты у бабушки, болгарской бабушки или у болгарских производителей. Ну зачем отдавать этим крупным торговым сетям вот эти деньги? Если есть возможность, я покупаю болгарские продукты. Потому что деньги в стране, это хорошо. И пусть заработают хоть немного, пусть заработают именно те, кто это вырастил, кто постарался дома. Потому что это очень уважаемо, это очень почетно для них. Я хочу деньги платить лучше нормальным людям, а не каким-то огромным конгломератам, торговым сетям, принадлежащим непонятно кому. Поэтому есть возможность. Покупаем у болгарских производителей, у фермеров. Ну это мой подход к вопросу. Когда можно, нужно. Сейчас пошел сезон. Замечательно. Так. Капуста. Также купил на рынке болгарская капуста. Лев 60 килограмм. Что еще? А, Светочке купил две рассады. Это рассады перцев. Вот такие рассады. Сегодня она их посадит. Такая рассада перца стоит два с половиной лево. Один евро двадцать пять статинок. Так. Купил три рассады помидоры черри. Ну они вообще недорогие. По полтора лево. 75 евро центов. Ну а далее конечно пришлось заехать в магазин, в торговую сеть. И что прикупил в торговой сети. Вот прикупил. Буду варить бульон. Что-то соскучился по бульончику. Очень хочется бульон. Прессин, филешки и феннер. Килограмм стоит 2,99 лев. Полтора евро. Вот это все мы за сегодня заварим. Это не будет какой-то отдельный суп. Я просто сварю отдельно бульон. Потом, естественно, буду варить его с морковкой. Буду варить его с луком. С зеленью. Добавлю туда лавровый лист. Перец. Добавляю гвоздику. Гвоздика даст вам в бульоне такой, знаете, классный аромат. Так. Что еще? Бананы. Бананы. 3,5 лево за килограмм. Хлеб. Обычный хлеб. Белый хлеб. Лев 40. Лев 40. Сырок такой купил плавленый. Но очень люблю я плавленые сурочки. Два лева. Так. Приправы. Черный молотый перец. Здесь у нас 40 грамм. Лев 70. Ну и зира. Такой маленький пакетик. 65 статинок. Так. Лимонный сок. Ну а лимонный сок. Бутылочка для салата. Иногда можно лимонный сок. Иногда можно уксус. Так. Вот в принципе. Такие небольшие покупки утренние у нас. Да. Да да да. А. Вот что я тоже очень часто ребят покупаю. В Биле это газированная вода. Бутылочки по 0,5 литров. Сейчас становится жарко. И всегда можно поставить в холодильник. Всегда можно взять с собой в дорогу. Чтобы не покупать на каких-то бензоколонках дороже. Вот такая бутылочка стоит 50 статинок. Ну. Немножко покажу брошюры Билы. Может будет интересно кому-то посмотреть. Что тут за скидки. Обычно всегда по эти брошюры смотрим там. Если что-то. То покупаем по таким акциям. Что тут у них такое интересное сегодня. Вот стоимость арбуза. Полтора лева килограмм. Сыр. Какой-то сыр. Не покупал. Крава сирена тройкийка. Девять лев за килограмм. Ну да. Хорошая цена. По свинине. Свинский бут. Без кости. Болгарские фирмы. Килограмм восемь сорок девять лев. Так. Ну откроем еще страничку. Полистаем. Интересного нет. Ну детские все эти штучки. Так. Красный лук. Грибы. Да. Кстати. Друзья. Вот. Смотрите. Кайма. Это фарш. Но. Ребят. Кайма. Это. Даже не фарш. Не очень рекомендую. Покупать. Вот эти. Вот. Именно. То. Что написано. Кайма. Качество фарша. Сами понимаете. Лучше купить. Мясо. Самому. Перемолоть. На мясорубке. Ну. Если нет необходимости. То конечно. Да. Обычно. Конечно. Обычно. Да. Видим по скидке что-то. Естественно. Покупаем по скидкам. Зачем. Зачем. Переплачиваете. Так. Ну что тут. Ну давайте. Вот. А сколько стоит. Пресный картофель в биле. Да. Те же. Два лева. Но. Как я и сказал. Ребят. Я лучше куплю бабушке. Эту картошку. Которая вырастила дома. И пусть она заработает. То же самое касаемо. И. Некоторых других овощей. Есть. Авокадо. Ну вот. Друзья мои. Авокадо. Три лева. За один брой. Один брой. Это не килограмм. Один авокадо. Стоит. Три лева. Шесть шекелей. Шесть шекелей. Полтора евро. Ну. Всякие миксы салатов. Перцы. Так. Чего еще такого интересного мы можем посмотреть. Эээ. Эээ. Ну. Вот эта желтенькая курочка. По моему. Не знаю. Ну. Всякого рода. А. Зайка. Зайка. Кролик. Ребят. Кролик. Охлажденный кролик. 14 лев за килограмм. Стоил. 12. А. Ну. Нормально. Немножко подорожал. Немножко подорожал. Что делать. Ээ. Ну. Давайте посмотрим семгу нарезанную. В Израиле это называется сальман копченый. Ээ. 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 Мать форель вот такая. Пыстырово. Чистена замороженная. Сколько здесь? 500 грамм. Ээто упаковка. Фирменные беллы. 6. В Ээ. 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 Эээ. Эээ. Ну, еще. Взглянем что-нибудь. Чтоб, да. Различного рода естественно салаты продаются. Хлеба, булочки. Ээ. 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 Очень, ребят, очень вкусные Если их покупать с утра свежие Вот такая булочка, маленькая, 40 грамм 11 статинок 5,5 евроцентов Окей Так что, такой небольшой обзорчик Закончился И сейчас я приступаю к приготовлению Сначала буду варить бульон Светочке купил пиво, она любит перинское Именно в стекле Очень хорошее болгарское пиво Рекомендую, друзья Покупайте болгарское пиво Оно не хуже ничем, чем какая-то там Бельгия, Голландия, Чехия Но это отечественный производитель Болгарское пиво, оно замечательное Я покупаю только болгарское Кто-то в стекле Кто-то в баночках Есть перинское Есть загорка, каменица Много сортов Пробуйте болгарское пиво Очень вкусное, понравится Охлажденное, конечно же Хубавдин Шаилекам Йом Наим Хаварим Шели И удачи вам хорошего дня, мои друзья Чао-чао Продолжение следует... Продолжение следует...